Здравствуйте! Двойной урожай картошки. Возможно ли такое у нас в северном краю Вологодской области? Марика Колесова утверждает, что возможно. Здравствуйте, Марика! Здравствуйте, Надежда! Что за чудо чудесное, двойной урожай картошки! Да, ну вот если на югах, это понятно, это бы никого не удивило. Но даже в наших северо-западных условиях можно вырасти двойной урожай картошки. Но для этого, конечно, надо знать, какую картошечку посадить в первый раз и во второй раз. Так. Например, если вы посадили, ну вот как мы обычно высаживаем в конце апреля в 20-х числах, у меня грядочки все высокие, они прогреваются рано. Можно ее накрыть укрывным, чтобы она, ну, пленочкой вернее, чтобы она прогрелась. То есть вы сажаете в грядки, а не на поле? Нет, на специальные грядки, которые прогреваются. Прогреваются не то, что специально, прогреваются солнышком, благодаря тому, что они высокие. Поэтому вы сажаете не в конце мая, а в конце апреля. Да, мы где-то вот даже 17-го, 20-го апреля, опять же, в зависимости от условий вашей почвы, вашей земли, высаживаем 45-дневные сорта, ранние сорта. Шерри, Весна Белая, Снегирь, Жуковский, ранние вот такие сорта, которые мы уже копаем в конце июня. Раз у нас в июне уже грядочка может освободиться, или, мало ли, какая-то грядочка, которая была у вас под салатной культурой, салат, редисы и прочее, они уже отошли. Вы спокойно в конце июня, в июле, до середины июля, можете высадить картошечку. Но ни в коем случае не ту, которую вы уже выкопали. Ей надо полежать. А то, что у вас зимы осталось, ну, запасы всегда же остаются. И хорошо бы опять это была ранняя картошка. И тогда она у вас к осени, пускай не крупная она растет, но таких размеров, но это будет свежая картошка глубокой осенью. Вы будете ее копать в конце сентября, начале октября. Обычно на теплой грядке, даже если уж заморозки какие-то, вы можете парничок поставить. Хотя мы так же и делаем весной, когда высаживаем в конце апреля и сразу ставим парничок, чтобы вдруг возвратные заморозки. И ни в коем случае рано не мульчировать, иначе почва-то не будет прогреваться. То есть вы посадили, она подросла, вы ее окучили, и под парничком все стоит. И так же осенью, когда вот высажена ваша картошечка в июле, чтобы у нас не попадала она под заморозки, но подстраховаться можно парничком хорошо. Марик, а скажите, как готовить к июльской посадке картошку? Так же, как и к весне? Или есть какие-то особые хитрости? Да, но навоз то я не вношу, это однозначно. У нас, если грядка картофельная, то обязательно еще раз надо внести золы. И хорошо, если у вас есть биогумус, что-то перепревший компост, ну что-то уже готовое, органическое вот такое удобрение. Это что касается грядки, а вот саму картошку как-то нужно готовить? А, саму картошку, она у вас так подготовлена, она к этому времени у вас уже... Кессоний прорастет. Проросла, да. Но только чтобы, если вы знаете, что она вам нужна на посадку, чтобы не теряла тургор, ее иногда хорошо бы опрыскивать тем же травяным настоем или настоем гумистара, настоем биогумуса, чем-нибудь, чтобы она была не сморщенной, а нормальной, хорошей, тугой картошечкой. Марика, я знаю, что вы приверженец смешанных посадок. И здесь я у вас вижу и чеснок, и помидоры, и перцы. Да, расскажите, пожалуйста, о пользе этого всего. Да, меня этому научил известный украинский автор книг по природному земледелию Андрей Борисович Бублик. Я ему когда рассказываю, как я выращиваю чесночок, что посеем бульбочками, которые, да, с головки там семена, потом их выкопаем, потом опять посадим, и только на следующий год обновленный хороший семенной материал будет чеснока. Он говорит, не надо... Делать лишнюю работу. Да, лишних трудозатрат, я говорю, а как? А сделай, говорит, совмещенные посадки. Осенью, когда мы собрали бульбочки, это у нас, вернее, август еще месяц, вот вы как раз успеете. Бульбочки мы посадили в грядку на место. Тут же посадили, да? Значит, на чистую грядку, представьте, это у нас август чистая грядка, но с широкими между грядями. Для чего? На следующий год между грядями будут посажены томаты. А мы знаем, что чеснок – это самое лучшее средство для профилактики фитофторы. То есть я в этом убедилась в том году, когда у меня в сентябрь месяц томаты детерминантные, вот такие невысокие, высаженные в чесноке, в конце сентября вообще фитофторы не было. Я практически только травяным настоем иногда пробегала, мне было интересно, на самом ли деле это так. И у меня ботва замерзла, а томатики висели зелененькие после заморозков без единого пятнышка. То есть вы посадили в августе бульбочки, только высаживать широко, то есть не в один рядочек, чтобы им было свободно. Потому что семена мелкенькие, вроде высаживаешь их, думаешь, и места хватит, но они же перезимуют без выкопки здесь. Только грядочку замульчируем на зиму, потому что они неглубоко посажены, чтобы не подмерз чесночок. Весной он зашел шикарный, жирный. То есть вот это из бульбочек уже? Да, это вот. Удивительно. Весной я высадила рассаду, в конце мая, когда уже минули заморозки возвратные, да. Томаты, ничем не подвязывая, их прекрасно держат тут чесночок, притеняет, защищает от возвратных заморозков. Вот сейчас жарища такая стоит, томатики прекрасно не вянут, ничего, да. В полутене. Да, самое главное, что фитофторы здесь не будет, это точно. Грядка у нас обеззаражена, на следующий год здесь можно высаживать хоть огурцы, хоть клубнику, потому что томаты мы с вами уберем, чесночок мы с вами выкопаем, и с одной грядки мы собираем двойной урожай, и томаты, и чеснока. Марика, я люблю высаживать уличные помидоры, но вот вопрос, нужно их посынковать или не нужно? Ну, обычно наши уличные помидоры, это так называемые супер детерминатные, у них рост ограничен, они маленькие, 50 сантиметров, но у них обычно много идет веточек, там главное следить. Вот здесь у меня сдержит чесночок, чтобы он не падал, если ваш кустик, не дай бог, завалится немножко, у него от корня пойдет расти очень много порослей, вот это бы я убрала. Но если он у вас стоит, можно поставить палочку, подвязать, как обычно. Ну, мы обычно и все подвязываем. Да, 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 подвязать и не убираю. Я, знаете, что убираю? Потому что это у меня в чесноке, а вдруг у вас не в чесноке, до первой кисти, первая кисть, до нее убрать всю листву. Да, чтобы у вас была вентиляция, чтобы меньше было фитофторы. Подвязали, один раз достаточно подвязать, и убрали до первой кисти, но опять убирать, когда уже на первой кисти завяжутся автоматики. То есть, когда завязались, можно убрать нижние листочки больше, мы ничего не трогаем, потому что детерминатный, если мы оставим, как у высоких, у индетерминатных, один ствол, что ж мы там соберем? Урожай не будет, да, да. То есть, все, что даст природа, все, что даст куст, все оставлять за исключением самых нижних. Да, чем мне нравятся эти супер детерминатные томатики, на одном метре высаживаем от 5 до 8 штук, высаживаем на рассаду 1 апреля, в грунт 8 июня, самая поздняя, и 25 августа урожай уже весь собран. Обычно красными мы собираем с улицы, да, бывает парничок ставим от возвратных заморозков. В основном, вот то, что у меня растет в смешанных посадках и замульчировано, уже не подмерзнет, вот, в принципе, да, и уже в августе собран весь урожай. Не надо сооружать конструкции типа теплицы, да, больших. Спасибо огромное, Марика, спешу к себе на дачу, чтобы все, что сегодня узнала, примените себя на грядках. Удачи! Субтитры подогнал «Симон»!